На колыбель напали. 13 ноября на Ивановский офис комитета по защите детей, семьи и нравственности было совершено нападение. Мужчина, искавший свою сожительницу с маленьким ребенком, разбил окно, ворвался в помещение и устроил погром. Как выяснилось, девушка сбежала из дома и пришла в колыбель искать защиты. Молодая девушка, сирота, с маленьким ребенком, два с половиной месяца, она пришла с коляской, все заплаканные. Дело в том, что ее избился житель и она просила убежище, она просила укрытие, потому что она очень боится этого человека. Оказывается, он избивал ее уже неоднократно и тут уже просто чаша терпения пересилила. Мужчина пришел не один, вместе со всей семьей, мамой, бабушкой и братом. Увидев в окна, что к офису движется недоброжелательно настроенная делегация, сотрудницы колыбели, заперли дверь и приготовились держать оборону. На этот момент в офисе находилось четыре человека. Две сотрудницы, беременная женщина, которая пришла на консультацию к юристу и та самая сбежавшая девушка. Сначала под окнами кричали, стучали в стекла, угрожали, а потом мужчина разбил окно и ворвался внутрь. Не ожидали, что произойдет такое, что человек вообще способен руками два здоровенных стекла, 7 миллиметров толщиной каждой разбить. Так еще подтянуться и залезть сюда. Испуганы были все сотрудники, напугана была эта мама. Ребенка пришлось с мамой прятать у нас на складе, где находятся продукты. Как рассказывают сотрудницы, мужчина и родственники, которых он впустил, открыв двери, требовали отдать ребенка. Сыпали ругательствами, запугивали и угрожали. При этом мужчина не числится отцом ребенка. Маму с двухмесячной малышкой спиной прикрывала сотрудница колыбели, удерживая дверь на склад. Женщинам пришлось продержаться почти полчаса до приезда наряда полиции. Мужчина был задержан, предположительно за хулиганство. Молодая мама сейчас под защитой. Сейчас она находится в безопасности, она находится в приюте под полным присмотром комендантов, которые там работают, с ней работает психолог. Я думаю, что мы поможем и справимся с этой ситуацией. Во вторник пострадавшая с сопровождением отправилась снимать побои, чтобы написать заявление. Ситуация сложилась сложная. Сожителю женщины отобрал паспорт, при ней не было документов. С таким сотрудницы колыбели столкнулись впервые. Что делать теперь даже не представляют. Окно хоть и закрыто старым рекламным щитом. Пропускает холод. Здание медленно выстывает. Мы посмотрели стоимость где-то 1200 рублей за квадратный метр. Это вот непосредственная стоимость этого ущерба. Плюс установка, естественно. То есть вот для нас эта сумма очень серьезная. Кроме того, мы впервые столкнулись с таким уровнем агрессии и задумывались серьезно о том, что нам надо обезопасить и приюты, и офисные помещения, и мамочек с детьми, и, конечно, сотрудников. Колыбели надеются установить решетки на окна, а также подключить сигнализацию. Чтобы вставить новые окна и обеспечить офис и приют минимальной защитой, потребуется больше 350 тысяч рублей. Таких средств у колыбели, конечно, нет. Сотрудники уповают на людскую доброту. Реквизиты для помощи можно найти на официальном сайте. Колыбель Иванова. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иванова.